Здравствуйте, меня зовут Борис, я пасхалка этой лекции. Не ждали и нашли меня. Я заменяю там человека, который должен был читать лекцию о криптографии. Это стало своего рода сюрпризом и для меня. Я преподаватель японского языка, я рад видеть здесь некоторых моих учеников, кто смог прийти определенное количество. И я могу говорить о японском фактически бесконечно, если меня не остановить. Поэтому, надеюсь, через 15 минут это получится. Я взял локальную тему, поэтому, которая может многих заинтересовать, это японские цифры. Действительно, я знаю эту тему чуть-чуть глубже в современном приложении, не только филологическом, потому что я веду еще паблик про японский интернет. Я читаю японский интернет каждый день. В каком-то плане это, возможно, изменило мою жизнь, не знаю, в какую сторону, но каждый день я вот читаю вот то, что является современной японской молодежной культурой и пишу про это посты. Почему я сказал, что сегодняшняя лекция, может быть, будет параллельна к криптографии? Потому что японский язык, он во многом похож на криптографию. Самое обычное слово, просто напишите его по-японски. Человек, в отличие от английского, немецкого, где можно догадаться по каким-то романским корням, здесь человек абсолютно беспомощен, если он не пробовал изучать. Например, здесь написано название нашей страны – Украина. Но это очень сложно понять, если ты не знаешь языка. Так, сегодняшняя тема – это именно японские цифры. В чем особенность первая, которую я хочу сказать, японских цифр, которая будет важна для того, о чем я расскажу дальше? То, что, в отличие от наших цифр, к которым мы привыкли, один, два, три, четыре, японцы с самого детства учат два варианта названий цифр. То есть каждый японец с детства может посчитать вот по этому ряду двумя абсолютно разными способами. Может посчитать ич, ни, сан, си, го, рок, сич, хач, кю, дю. Или же хитосу, футатсу, митсу, йоцу, ицуцу, муцу, нанасу, яцу, коконоцу, то. Видите, они абсолютно не похожи. кю и это же коконоцу. Абсолютно не похожи. И я сейчас прежде всего объясню, как так вышло, потому что у нас, например, одна цифра, одно чтение, и нам хватает, у нас нет с этим проблем. Почему у японцев так получилось? Все дело в том, что Япония, как и наша страна, относится к тем странам, которые не придумали свою письменность самостоятельно, а поехали к соседней, более высокоразвитой цивилизации и заимствовали оттуда письменность. У нас Кирилл и Мефодий, точнее, тогда звали Кирилл и Константин, потом он принял имя Мефодий, поехали в Византию и привезли нам оттуда алфавит. А у японцев в период Асука поехали тоже монахи, традиционно через Корею, в Китай, не сохранились их имена, но это были монахи, которые из Китая также привезли письменность японцам. То есть японцы тоже заимствовали свою письменность. Поэтому второе название, кроме иероглифов, у японской письменности наверху – это кандзи. Как их называют? Почему кандзи? Потому что ханьские знаки. Первый иероглиф – хань, ханьский. Второй – джи, знак или буква. Династия Хань, как вы знаете, наверное, правило в Китае, китайцы даже называют ханьцы, в общем-то, долгое время. Поэтому ханьские значки назывался этот алфавит. И возник определенный конфликт. Вот мы видим иероглиф «гора», посередине его очень легко узнать, он похож на гору. Не все иероглифы так легко понять, что они значат. И вот два его чтения – японское, вы видите его слева, и китайское – сянь. И в японской транскрипции – сан. Чуть-чуть другая фонетика языка, поэтому сянь превращается в твердое – сан. Эти два чтения существуют параллельно. То есть сначала казалось, что японский язык не выживет. В первые периоды заимствования китайский язык доминировал. То есть была ситуация, которая в чем-то напоминала даже нашу страну и жизнь украинского языка, когда украинский считался, знаете, языком мужичья. А вот русский считался более благородным. И у Толстого, когда вы считаете Толстого, вот эти чертовые вставки на французском языке, потому что дворянство русское разговаривает с детства девочки на французском языке. И в 15 лет они по-русски два слова там едва свяжут, а французский у них беглый. Потому что французский чужой язык считался языком дворянства. Точно так же в Японии китайский язык считался языком знати. На нем разговаривали образованные люди, японский начинал терять статус. Но, к счастью, японский язык смог перестроиться и выжить. И это было за счет того, что необходимо было искать компромиссы. Японский язык очень похож на наш в том плане, что грамматика идет через изменяемые аффиксы, окончания слов. И поэтому канзи на него ложились абсолютно так же, как бы на наш. Вот представьте, что мы поехали в Китай, повезли себе канзи. И вот мы пишем ними. Хотя у нас информация в русском, украинском языке передается через изменение окончаний. Сделал, сделала, сделаем, делать, делали. Мы изменяем окончание, оставляя корень, чтобы показать грамматическую форму. В японском то же самое. А с иерогрифом, ну, ты не поменяешь. Иерогриф имеет статическую форму написания. В китайском это, там просто другой подход. Там естественным образом они произошли. И в японском пришлось искать компромисс. Каким был этот компромисс? Вот мы видим справа иерогриф идти, ику. Точнее, чтение и. Это иерогриф идти. И японцы придумали, что сам иерогриф должен играть роль, видите, значок корня слова. А изменяемое окончание будет записываться азбуком, азбукой. Какая, к чертовой матери, азбука спросите? Вы откуда она взялась? Они же заимствовали письменности, у нее их не было. Эта тема для отдельной лекции очень интересная. Действительно, уже после заимствования письменности появилось целых две японских самостоятельных азбуки. Про это есть красивые истории. Может быть, в дальнейшем, если меня будут приглашать, я их расскажу. Пока просто смиритесь с тем, что да, азбуки есть. И вот это одна из них, произошедшая от деформации каллиграфического стиля Цао Шу, китайского письма. То есть вот только вот эта иерогриф, и все остальное, что вы видите, это азбука. Таким образом, азбука играет роль вот этих суффиксов, аффиксов, изменяемых. Например, iku, верхнее слово, это инфинитив, идти. А здесь уже написано, itakimashita, то есть пришла, действие завершилось. Да. Завершенность показана изменением этого окончания. И, например, здесь снизу, наоборот, грубое мужское ikuze. То есть погнали, понеслась. Такой, знаете, как призыв. То есть один и тот же корень, и меняя вот эти вот окончания, мы меняем форму. Таким образом, в словах, где как в логоле iku один корень, мы используем японское чтение i, а в словах с двумя корнями мы используем китайские чтения. В японском языке используются китайские чтения, таких как водопровод, водовоз, гидроэлектростанция, многокоренные слова. Почему? Потому что японские чтения длиннее. Мы это видим даже здесь. Китайская сянь, японская яма, уже два слога. Они обычно на слог или два длиннее. Поэтому, когда корень один, более длинное чтение. Когда корней много, слово должно быть короче. Используются более короткие китайские чтения. То есть почему у каждой цифры два чтения? Это результат борьбы между своим и чужим, между заимствованным и родным, который закончился с небольшим перевесом, к счастью, у родного для японского языка. Пойдем дальше. Итак, вот цифры. Это цифры от одного до девяти. Каждая из них имеет, как вы знаете, как минимум два чтения. Но некоторые имеют даже больше. Например, цифра четыре. А как вы видите, это цифра, с которой у нас начинаются трудности. Потому что легко понять, что это цифра один. Одна черточка, да? Один, два, три. Да, челлендж. Внезапно появляется челлендж. И цифра четыре звучит как щи. И это созвучно с чтением другого иогрифа. Щи означает смерть. И поэтому из суеверия у нее появилось даже третье чтение. Йон. Просто вот из-за того, что много созвучий и в связи с этим суеверия. Также щичи, горесть тоже. И суеверия появилось лишнее чтение. Нана, семерка. В чем еще состоит специфика? Десятка записывается отдельным иероглифом, а не как единица и нолик. Также отдельный иероглиф для сотни, тысячи. И, внимание, десятка тысяч. Десять тысяч в Японии это разрядное число. Что тоже ставит определенный такой дискомфортный барьер для изучающих, но легко, впрочем, при тренировке преодолимой. Например, вот это число все вы, конечно же, почитаете как двести двадцать две тысячи. А любой японец машинально прочитает это число иначе. Он прочитает его как двадцать два десятка тысяч и две тысячи. Потому что у них десяток тысяч это разрядное число. А сто тысяч уже нет. И миллион нет. Соответственно, миллион будет писаться как хякуман, то есть как сотня десятков тысяч. Миллион. Вот так вот, через это разрядное число они идут. И такое количество разных чтений, они могут комбинироваться еще и с ангрицизмами, например, с английскими чтениями. Дал повод для происхождения многих слов и легенд. Например, вот это. Каточная игра Бакара. В которой сумма очков считается по последней цифре. Суммы. Допустим, вот если ты вытащил восьмерку и девятку, у тебя в сумме семнадцать. И таким образом у тебя семь очков. Но если ты потом достаешь тройку из колоды, это как очко, знаете, вот вытягивают карты, то в сумме получается сколько? Двадцать. Таким образом ты получаешь ноль очков. Последняя цифра ноль. Таким образом это была проигрышная комбинация в Бакаре восемь, девять, три. Некудышная. Плохая. И оттуда появилось такое полусленговое слово от чтения цифр восемь, девять, три. Яцу, я, ку, дза. Яку, дза. То, что стало прилагательным никудышней, паршивой. И вот эти вот пропащие люди, их стали называть Якудзанахито. И постепенно это стало, постепенно это стало прозвищем мафии, прозвищем вот этих пропащих людей. И вот эти вот восемь, девять, три, они в современной Японии встречаются там в твиттере, в аккаунтах школьников всяких, никнейме, знаешь, чтобы круто выглядело, знаете, чтобы произвести впечатление на других школьников. Там блатные номера машин, вот это все. То есть это как такой тайный знак Якудзе, который не всем понятен. Дальше. В связи с этим можно обыгрывать даты и появились такие специфические праздники, которые в основном известны в интернете, но некоторые за его пределами. Например, те, кто смотрел аниме, а многие из вас выглядят как люди, по которым можно сказать, что они его смотрят. Я к этому привык, потому что я преподаю японский, ко мне всегда приходят признать, но так выглядящие люди учатся. Девочка, перепрыгнувшая время, все с ней случается, не буду спорить, именно в день, который комментаторы телевизора называют день найс. Почему он называется найс? Потому что на на ичи сан. Июля 13 число. По цифрам найс, если сократить. Это похоже на английское найс. Вот такой вот как счастливый день. Что-то, что-то, что можно отмечать как счастливый день и ожидать какого-то счастья для себя в него. Или восьмерка, устоявшее китайское чтение ПА и РУ. ПАРУРУ. Это никнейм японской певицы, айдола, Шимадзаки Харука. Ее зовут и ее прозвище ПАРУРУ. И фанаты в шутку назвали 6 августа ее днем. Сделай такой хэштег в твиттере. Она его перепостила и имела из-за этого большие проблемы, потому что 6 августа была бомбардировка Хиросимы. И тут ты в твиттер пишешь, эй, сегодня день ПАРУРУ. Всех с праздником. То есть она в своем мире живет. Это такой человек, который известен в Японии, что она на своей волне. Она очень далека от всего, что имеет отношение к реальности. Потом она этот пост удалила, естественно, из твиттера. Но вот такой журналисты уже раздулись за эту небольшую тему. Но тоже можно сделать такой шуточный день. Совсем недавно был день ангела. Тэн-щи. Тэн, в данном случае английское чтение, 10. Тэн, да, 10-й месяц, октябрь. И четверка, как мы помним, щи, созвучена со смертью. Тэн-щи. Ангел. То есть день ангела. Такое тоже в твиттере. Там постят ангелов. Всякие там девушки с ним бы фотографируются, дорисовывают себя там в программах. Ну, всякие флешмобы, связанные с этим. А этот день отмечается уже на уровне, можно сказать, государства. То есть какие-то акции существуют, какие-то мероприятия, связанные с котами, с выставками кошек. Так. Это, да, февраля, 22-е число. Почему? Потому что очень много раз повторяется чтение цифры ни. Нигацу, ни-джи, ни-ничи. 22-е февраля. И кошечка в японском языке говорит ни-а. И вот это вот ни-аканье, мяуканье. Оно как будто мяукающий день. Иногда произносят как ни-агацу, ни-ач, ни-ня, ни-ачи. Да, такой мяукающий день. Ня. Вот. И кроме праздников, наконец, такая шифровка помогает в смс-ках. В коротких сообщениях, где лен писать иографы, и можно зашифровывать слова цифрами. Это все шифровки разных слов, которые японцы используют в смс-сообщениях. Например, 132. Тайна. Химитсу. Секрет. Это 132. Это секрет. То есть хитосу, митсу и английское чтение двойки цу. Химитсу. Химитсу по-японски тайна или секрет. Химитсу. Вот это доброе утро. 084. Да, то есть 0 читается здесь как о, латинское чтение. Восьмерка, в 2-м случае, китайское хачи. И четверка, китайское йо. Охайо. Охайо. Доброе утро. Это по-японски доброе утро. И вариативное чтение четверки помогает нам писать целое слово одной четверкой. Когда японец с чем-то соглашается, он может написать йошь-йошь. То есть йоши-йоши. Хорошо, хорошо. Йошь-йошь. Хорошо. Это выражение согласия, выражение того, что вам что-то нравится. И, наконец, вот это чтение. Оба использованы в данном случае китайские. Санкью. Санкью. То есть спасибо. С английского то, что, собственно, я вам хочу сказать напоследок. Санкью. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...